Привет подписчики и гости! С вами снова Охотник Серега Значит сегодня на дворе у нас 3 декада марта И я нахожусь на своем охотничьем путике На сегодня запланированы у меня кое-какие хозяйственные работы Буду закладывать в солонец соль Буду рубить путик, делать потолки, крыши для капканов В общем такие вот планы Длительное время я отсутствовал на канале По причине того, как находился в городе Снимать было некогда Но вот вчера вечером я выпорхнул Как птица из клетки И сегодня я здесь Предлагаю вам вместе со мной сегодня Подышать свежим морозным воздухом Прогуляться по лесу Зарядиться позитивом Хорошими впечатлениями Хорошим настроением В общем вперед мужики Поехали! Зарядиться позитивом Давай получиться Да, забыл рассказать Путик у нас Сейчас покажу, нарисую на снегу Путик у нас получается Не видно Шел вот так Уходил через делянку на реку По реке мы возвращались снова На дорогу Дорога идет вот так вот Уходили на реку Идут уже Потом уезжали Буквой Г он у нас вот так вот был путик Сделан Сейчас значит мы решили По реке больше капканы не ставить Сегодня буду набивать вот здесь Крыши И вот это место И вот это место Надо его вот так закруглить В общем такие вот планы Свой маленький путик я делал по реке А здесь просто по лесу Расставляем капканы полоской Круг-круг получится Замкнем В этом году Замкнем круг Ух ты Ух ты Без лыж Без лыж Без лыж Не вылезти Бровку нагребли Полные сапоги Надо штаны наверх делать Потому что Сегодня мне придется Немного В экстремальном режиме По снегу полазить День себя будет очень тяжелым Сделать надо много Так мужики Значит Первый Первую крышу я буду Значит Делать вот здесь В этих елочках Здесь старая делянка А здесь получается Идет лес Куница По моим Приметам Часто любит такие места посещать Бугорочки здесь старые Кучи хлама Чуть дальше Прошла Прошел полосой Ветровал Немного навалено деревьев В общем Такие вот места Выбирать стараюсь Ну и до соседнего капкана Здесь будет Метров 150-200 Вот он получается Там уже на краю леса Соседний капкан В общем Начинаю работать Так ребят Сделана первая крыша Делал долго На лыжах ходить Крутиться неудобно Деревьев рядом не было Немного Еще я остановлюсь На особенностях Данного способа Которым я ловлю куницу Так Значит Спрашивали меня По поводу того Что я Немного Зачищаю деревья Типа Куница Любит все Состаренное И как бы Побоеваться Я считаю Что это не так Куница Куница лезет И в пластиковые Бутылки И куда угодно Единственное Может быть Да Мне Подписчик Сказал что Вкрашенные ящики Возможно Вкрашенные ящики Она не полезет На этом я Сакцентирую Своё внимание А так Всех этих Зарубок Она не боится Свободно Идет В общем Делаю я крышу Вот так Этот Жерть Под капкан Сюда можно Поставить Проходной капкан Можно следовой Поставить Без всяких Проблем До земли Как я видал Делают многие До земли Я этот жерть Не опускаю Сейчас расскажу Почему Когда значит Жерть Долгое время Сезон Два Три Находится В таком положении Он все равно Немножко Вот эта площадочка Она немножко Вот так вот Выкручивается Не знаю с чем Это связано Но я это Замечал много раз И капкан Ставишь И капкан Уже грубо говоря Стоит вот Как-то так Не прямо Поэтому я его До земли Этот жерть Не опускаю Либо Обрубаю его Здесь Прихватываю На два гвоздя Здесь и здесь Запустим Либо На два дерева Как вот В данном случае От крыши Я его делаю Невысоко Сантиметров Может 20-25 И далеко За крышу Этот жерть Тоже не стараюсь Выдвигать Объясняю это тем Что Приманка Будет у меня Висеть вот здесь Вот петелька Для нее Когда приманка Висит с краю крыши На краю крыши Куница Свободно залазит Отсюда И берет ее Это уже проверено Неоднократно По этому Приманку Подвешиваю Где-то В серединку крыши Крыши Крышу делаю Сколько? Наверное От середины дерева Сантиметров 50 Стараюсь делать так Да Здесь вот В данном случае Тоже на двух деревьях Она закреплена Здесь Здесь Но можно так же На одном дереве Здесь жердь И вот Отлично держать Можно здесь жердь И здесь жердь Покажу немного позднее Данный способ Так Что есть что? Жерди И да Напомню Стараюсь Стараюсь делать Всегда еловые Зачищаю их Здесь сделаю Несколько перекладинок Здесь у меня В данном случае Три штучки Раз Два И три Их прихватываю На вязальную проволоку Потому что Когда куница попадает Ну если конечно Она попадет В проходной капкан То она ничего не скинет А если попадает На многозахват То всю крышу Она просто сваливает Она крутится Вертится Всякое разное Капкан всегда Подвешивать Стараюсь Ближе к краю жердя Где-нибудь вот в этом месте Вот в этом месте Будет подвешен капкан Чтобы если Если это будет Многозахват То куница повиснет Вот здесь Она даже добраться Не сможет И быстро уснет Если же Где-нибудь вот в этом месте То куница будет По дереву Карабкаться Залазить на крышу Всякие разные Перуэты выкручивать Отвертит ногу И уйдет А если будет на крови То никуда она не денется Как-то так Вот что хотелось Вам показать Капканы тоже Стараюсь ставить Всегда под елью Под хорошей елью Чтоб меньше засыпало Заметало Так вот Выглядит Моя конструкция Не знаю Что здесь будет стоять Этот путик у нас Совместный С Олегом Свой путик Я хочу Забить нынче Проходными капканами В качестве Эксперимента Вот такие дела Мужики Еду дальше Не переключайтесь Так ребят Покажу вам сейчас Еще один способ Установки крыши Над капканом Способ не мой Подсмотрел я его На канале Hunter Story В Андрюхе Беляева Если видишь меня Привет Значит Вбивается Один жердь Вбивая его На два гвоздя С этой стороны Тоже вбивается Жердь Тоже на два гвоздя И здесь Вот эти прожилины Вставляются Между этими жердями Я еще схватываю Вот в этом месте Его проволокой Эти прожилины С двух сторон Они ставятся Все это вот так вот Выглядит Так вот они ставятся В распор Получается Прожилины Ставятся в распор Устанавливается Капканчик Такой вот способ Погода стала Меняться Поднимается Ветер Поставил я Четвертый капкан Четвертую крышу Еду сейчас дальше В планах Сегодня поставить Штук 15 Это будет вообще Край Это будет Очень здорово Потому что Все это делать Очень медленно И трудно Если бы Работа Происходила По насту Было бы Значительно удобнее А так На лыжах Крутиться И вертеться Не очень хорошо Но время свободное Поэтому и работаю Едем дальше Продолжение следует... Прошла рысь Прошла рысь Так Так ребят Еду по лесу Мой след Пересек след глухаря Вот он Он уже немного подтаял Глухарь уже ходит Чертит Вот чертежи его Чертит крылышком Значит где-то В этом районе Птица будет Атаковать Ток был Немного Правее В ту сторону Сегодня слышал Там комплексы Рубят лес Поэтому Наверное Глухарь сместился И будет Таковать Где-то Вот здесь Так как На броды Его Именно здесь За свою Охотничью Деятельность Мне Много Приходилось Стрелять Глухаря на таку Сейчас я Немножко Расскажу Об этой охоте Как значит Найти глухаринный ток Ну Расскажу Как искал я Начну с того Что глухарь Это оседлая птица Ведет оседлый образ жизни И за десятки километров На ток летать Он не будет Поверьте мне Поверьте моему слову Моему опыту Где он Где он живет Где вы встречаете Его осенью Примерно В этом районе Ищите ток Стараются Придерживаться Болот Бугров Сосняков Но мне Доводилось Стрелять Глухаря В Березнике Тоже там Были такие Небольшие Бугарки И вот На этих Бугарках Они бегали Атаковали Очень интересная Охота Глухарь Никогда Никогда Не подходил К такующему Глухарю Всем рекомендую Это вызывает Массу эмоций Массу адреналина Подходишь Даже руки Трясутся Но это Поначалу Впоследствии Уже конечно Очень интересная Охота Глухарь Такуют Как на земле Так и на деревьях Во время Тока На земле Обращайте Внимание Чтобы Не было Нигде Курочек Глухарок Потому что На земле Можно Не заметить И вместе С глухарем Застрелить Курицу Этого делать Определенно Нельзя Если хотите Конечно Сохранить ток Хотите Сохранить Численность Глухаря То весенняя Охота На самку Этой птицы Категорически Запрещена И охотничья Этика Должна подсказывать Что Нельзя быть Варваром В лесу Нужно Ценить Любить Оберегать Хранить Что касаемо Глухаря Знаю Несколько Таков В мою Молодость Конечно Така Были Гораздо Больше Птицы Было Намного Больше Наверное С рубкой Леса Глухаря Становится Все меньше И меньше И поэтому Если У вас Есть Ток Старайтесь Беречь Стрелять Только Одного Петуха За весну Поверьте Это Не мясная Охота Не добыча Мясо Заготавливать Мясо На этой охоте Это Просто Варварство А лучше Конечно Оставить Посмотреть Послушать Поснимать И оставить Осенью Будут Выводки Будет Птицы Гораздо Больше Делаем Галичники Наверное Следующий ролик Выложу Что мы Приспособили Под Галичник Делали Уже Один Второй Завезли Тоже Планируем Его Делать Сейчас Сейчас Я уже Установил Девять Капканов Не капканов А крыш Для капканов Сейчас Еще одну Разделаю Возможно Немного Перекушу Не хочется Жечь костер Займет Много Времени Нужно Мне еще Заехать На солонец И выкинуть Соль Потом Возвращаться Домой Не знаю Успею Не успею Постараюсь Устал Уже Очень сильно Следы Глухаря Факт Налицо Как говорится Просто Здорово Это Это просто Здорово Ребята В этом месте Глухаря Я не стрелял Сосника Нет Две сосны Всего Стоит Птица Ходит Черкит Надо Будет Искать Смотреть Слушать Лучше Конечно Выходить Рано Утром Да Еще Забыл Момент Как найти Ток Еще Искал Я по Зову Глухаря Глухаря Квохчут И На эти места Я тоже Обращал Внимание Подходил Проверял Если Глухарь Вот так Надеюсь Вам было Это интересно Полезно Особенно Для начинающих Охотников Ладно Едем дальше Так Так Мужики Подвожу Итоги Сегодняшнего Охотничьего Дня Поставил Поставил Сегодня 13 Крыш Завез Вот Соль На Солонец Лось Был Но Давненько Добавил Я соли Сейчас покажу Эту соли Используем Вот такую Кусковую Соль Кусок 4 килограмма Стоит 60 рублей Кому Интересно Могу Подсказать Где берем Прошу Эти Интересуйтесь Кировские Охотники Занимаются Охотой На Лося Интересуйтесь Так Сегодня Значит я Совсем Ничего Не ел Думал Заеду Здесь лесорубы Недалеко Будка у них Думал Чайку попью Всегда Личка горячая Есть Не доехал я до них Пойдем В шоколадки Сейчас До дома До дома Еще 2,3,4 Километров 0,6 Снег Снег Сверху Пухлый Буран Сильно Валится Идет Натяжку Тяжело То есть Если думаешь Что охотники Только стреляют На самом деле Это не так Это очень тяжелый труд Повторюсь Очень тяжелый В среднем Даже времени Не было Костер Развести Или что-то Еще Весь день Сейчас уже Часа 4 Хочется быстрее Домой В баньку Устал Очень сильно Какая вкусная шоколадка Погода Немного Поменялась Небо Затянуло Обещают Вроде Потепление Может Будет Нас Далее То что Путик Нам Закруглить Полностью Еще На капканов На 15 15 Потолков Крыш Нарубить Путик Будет Закрыт В общей Сложности Она Получится Около 50 Хороший Такой Путик Сейчас Ехал Куни Его следа Просто Навалом Куницы Много В этом Месте Радует На будущий Год Думаю Хорошо Половим Если Бог Даст Буран Наглялся Сейчас Оссыват Уже Там Дальше Должна Быть Накатана Дорога Лесорубами Выйду Посмотрю По ней Наглялся Бам! Да, соль развезли по всем солонцам, обманывая, остался один, который у нас рядом с овсяным полем, там дорога рядом, завезем ее, все дальние солонцы у нас набиты солью, лося следа тоже много попадает, держится он в этом районе, это радует, рысью все исхожено, дверь в общем есть, Олег в этом году собачкам приобрел ноу-хау, навигатор с ошейниками, хочу к следующему сезону на оося приобрести какую-нибудь камеру китайскую, чтобы на собачку вешать, я думаю будет интересно, в съемке я конечно небольшой специалист, но все это у меня впервые, первый год снимаю, поэтому вот так, так получается, строго не судите в лес сейчас появлюсь, наверное, недели через две, как-то надо доделывать путик, в общем такие вот дела, мужики, сегодняшний день прошел плодотворно, я считаю, что многое сделано, основной, конечно, задачей всего было завести стольку солонец, сегодня была основная задача, я с ней справился, в общем подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки, с вами был Серега Охотник, всем хорошего настроения, крепкого здоровья, давайте мужики, до новых встреч!